Уважаемые эксперты, уважаемые зрители нашего мероприятия, рада приветствовать вас всех на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы KABAR.Asia. Тема нашей сегодняшней экспертной встречи – кибербезопасность в странах Центральной Азии, что делается для ее улучшения. Это очень важная тема, учитывая скорость, которой наш мир переходит, цифровой, все, включая госуслуги, банковские операции, бизнес, личные данные, все переходит в онлайн. Где-то медленнее, где-то быстрее. Население стран Центральной Азии начало пользоваться электронными кошельками, банковскими, другими цифровыми услугами, хранят свои данные где-то и как-то, но все мы наблюдаем. Не очень высокую грамотность населения, порой даже государства в области цифрового мира. С чем это связано? Как строят страны Центральной Азии свою кибербезопасность? Насколько киберпространство наших стран защищено от внешних угроз? И понимают ли наше правительство, что эти угрозы очень реальны, учитывая мировые реалии и тенденции? На эти и другие вопросы нам сегодня помогут ответить наши уважаемые эксперты, специалисты в области политики. Он является аналитиком кибербезопасности в международных отношениях с уклоном на политическую классификацию кибератак как актов войны и сертификата кибератак Центра НАТО в Японии. Он работает аналитиком кибербезопасности компании Царков. И также у него есть диплом об окончании сертификата киберцентра НАТО в Эстонии о прохождении курса применения международного права на кибероперации. Из Таджикистана с нами на связи Асумеддин Атоев, региональный эксперт области информационных технологий. В настоящее время Асумеддин работает региональным координатором проекта Киберстар фонда СЭКДЭ в Центральной Азии, в Центральной Евразии по наращиванию потенциала гражданского общества в области культуры цифровой безопасности. Из Кыргызстана с нами Артем Горяйнов, специалист по цифровой безопасности, заместитель директора по информационным технологиям общественного фонда «Гражданская инициатива интернет-политики». И из Узбекистана с нами на связи Шухрат Сатаров, исследователь вопросов информационной кибербезопасности, международной информационной безопасности. И он специализируется в вопросах противодействия информационным угрозам и кибертерроризму. Добро пожаловать и спасибо, что приняли участие в нашей экспертной встрече, уважаемые эксперты. Итак, давайте поговорим о цифровой безопасности. В Центральной Азии стремительно идет процесс цифровизации как на уровне государства, так и в жизни самих людей. Электронные документы оборот, цифровизация госуслуг, интернет-покупки, электронные кошельки. Все это уже прочно входит в организированную жизнь жителей региона, и этот процесс продолжается. Но его оборотная сторона – утечка персональных данных, списание средств, использование чужих данных в различных операциях и другие подобные действия. Киберпреступления, кибершпионаж и кибервойны в мире – это уже реальность, и она уже достигает регион Центральной Азии. Насколько страны региона законодательно и практически готовы ко всем этим потенциальным рискам процесса цифровизации. Вот перед тем, как мы начали готовить эту встречу, я посмотрела в глобальном индексе кибербезопасности, который составляет эксперты Международного союза электросвязи ООН и стран Центральной Азии наиболее высокие позиции у Казахстана. Это 2020 год, я нашла, 38-я позиция, далее идет Узбекистан – 78, Кыргызстан – 100-я позиция, и Таджикистан в этом рейтинге был на 146-м месте в 2020 году, и это рейтинг из 192 стран. Что изменилось и изменилось ли? Давайте послушаем наших экспертов. И давайте мы начнем с Казахстана. Я прошу вас, Алайда, рассказать о том, что сделано вашим правительством, насколько государство продумало свою кибербезопасность и что предпринимается государством для того, чтобы защитить свое киберпространство. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение на это мероприятие. Касательно того, что делает наше правительство для обеспечения кибербезопасности всего киберпространства Казахстана, на законодательном уровне у нас сейчас разрабатывается вторая итерация национальной политики Киберщит 2.0, в которой включены уже более практические направления по обеспечению безопасности. Какие именно, я не могу на данный момент говорить, поскольку документ еще не опубликован в общем доступе. Помимо этого, на данный момент у нас идет пересмотр политики защиты персональных данных с участием Международного финансового центра «Астана» и национального холдинга «Эзерде». Для того, чтобы сделать их более защищенными, государственные органы и частный сектор более ответственными за хранение и обработку персональных данных. А также об использовании этих персональных данных для обучения искусственного интеллекта, машинного обучения, вот такой тематики. Помимо этого, у нас в Казахстане развивается система ваучеров, то есть Министерство цифровизации, инноваций и космической промышленности, кажется, в этом году, ближе к окончанию, я думаю, ближе к осени, будут выпускать ваучеры. Они будут выдаваться школам программирования, которые у нас есть по республике, для обучения и переобучения специалистов, для того, чтобы наши специалисты были более подготовлены к реагированию на киберинциденты и были более компетентны кадры в общей сложности. Помимо этого, также у нас ежегодно увеличивается доля грантов по специальности информационная безопасность, опять-таки для того, чтобы улучшить кадровый потенциал людей здесь. Также, если я не ошибаюсь, у нас, помимо этого, частный сектор очень в этом плане активный, то есть университет дает только базовые знания в плане информационной безопасности. Это могут быть какие-то определенные теоретические знания и очень лимитированные узконаправленные практические навыки. Для этого наши частные компании берут очень часто в свои оперативные центры информационной безопасности студентов с вузов для того, чтобы они, во-первых, наработали себе определенный опыт и развивались как специалисты, зная, чего они хотят, зная, что из себя представляет рынок и как именно обеспечивается информационная безопасность. Помимо этого, что касательно нашей компании, мы запустили кибершколу, где мы обучаем детей от 13 до 18 лет основами информационной безопасности для того, чтобы взращивать вот эту вот культуру защиты, взращивать культуру кибергигиены и правильное обеспечение кибербезопасности с раннего возраста. Это все, что я могу на данный момент сказать об инициативах государства. А, и дополнительно, самый последний момент, вот буквально недавно на днях Министерство обороны обновило национальную доктрину обороны Казахстана и включило в нее кибератаки и информационные операции, как одну из угроз безопасности нашей страны. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий. Да, вот мы знаем, что Казахстан впереди идет в Центральной Азии. Асамеддин, я хочу у вас спросить, вы знаете ситуацию очень хорошо во всем регионе причем. Расскажите нам, пожалуйста, о том, какова ситуация в Таджикистане, что предпринимается и понимается ли, что очень сейчас не защищено киберпространство. Спасибо, Лула, за вопрос и за организацию этой дискуссии. Да, в Таджикистане, вы упомянули глобальный индекс кибербезопасности, который координирует МСЦ. Наряду с этим еще есть очень известный в регионы другой индекс кибербезопасности – это Эстонская Академия Управления и Гаваненс Академия, согласно которой Таджикистан занимает 143 место. И если сравнивать с другими странами Центральной Азии, то это, включая Афганистан, Таджикистан занимает шестое, пятое место после Афганистана и опережает Туркменистан, первым в регионе Казахстан, как вы упомянули. Казахстан, кажется, не только в регионе Центральной Азии, но и на уровне СНГ является одним лидером по обеспечению, по наращиванию потенциала по кибербезопасности. В Таджикистане этот вопрос регулируется концепцией информационной безопасности Республики Таджикистан, концепцией государственной информационной политики, рядом других ведомственных законов, связанных с противодействием, с киберпреступностью, с противодействием, с насильственным экстремизмом онлайн и оффлайн. В этом вопросе на практическом уровне создан хороший потенциал у частного сектора, банковской сферы, телекоммуникационный сектор. У них созданы свои, в каждой компании созданы свои серты. К сожалению, на национальном уровне не существует пока ни коммерческого серта и ни государственного. Государственные органы взаимодействуют по вопросам, снова связанные с противодействием экстремизму, терроризму, этими вопросами, этот вопрос координирует Генеральная прокуратура, и на уровне вот этого ведомства существует специальный подразделение, которое занимается вопросами противодействия, в рамках противодействия экстремизмом, терроризма, борется с киберпреступлениями. Также в Министерстве внутренних дел есть свое подразделение по этим вопросам. Но в рамках противодействия экстремизму, терроризму они взаимодействуют с другим, с Генеральной прокуратурой и Государственным комитетом национальной безопасности. На уровне образования, подготовки кадров этому вопросу начали обращать внимание в начале 2000-х, конкретно Технологическое университет Таджикистана начали готовить кадров, но через два года они приостановили эту специальность из-за отсутствия ресурсов, мне кажется, финансовых и кадровых, но возобновили, если память не изменяет, начиная с 2010-го или 2011-го года. Сейчас в нескольких вузах есть такая специальность, также включая Академию Госслужбы, есть специальность по вопросам информационной безопасности, которая также охватывает эти вопросы кибербезопасности. На практическом уровне существует большой разрыв между политикой, полиси, я имею в виду полиси и законодательством, и то, что реализуется на практическом уровне. Согласно концепции информационной безопасности Республики Таджикистан, информационная безопасность – это защита национальных интересов в информационном пространстве, включая интернет, а и национальные интересы составляют сбалансированные интересы личности, общества и государства. Эту формулу мне очень нравится представить в виде произведения, нет, не производной, а интересы личности, умноженные на интересы общества, умноженные на интересы государства. В таком виде, во-первых, на самом деле формула показывает важность того определения, которое дает концепция, роли каждого в этом процессе. И если интересы одного субъекта не учитываются или ущемляются, то весь, все национальные интересы будут равны либо минусу, либо нулю, что сводит информационную безопасность на нет. Для того, чтобы это исправить, наверное, у нас еще будет время говорить об этом. Да, спасибо. У нас будет время, да. Потом поделюсь своим мнением. Мне тоже очень понравилась формула, которую вы вывели. Спасибо. Артем, пожалуйста, теперь вам слово. Расскажите, пожалуйста, о ситуации в Кыргызстане. Как там у вас все это происходит? Я видела новые инициативы вашего президента. Что у вас? В инициативах у нас, как правило, их всегда достаточно. Вот вопрос в их выполнении. С точки зрения кибербезопасности у нас была принята в свое время стратегия кибербезопасности, которая разрабатывалась, разрабатывалась, опять-таки, вы понимаете, да, ожидание реальность. То есть разрабатывалась с учетом интереса всех сторон, да, то есть там подразумевался координационный совет, который включал бы, ну, который был бы, скорее всего, при Совете Безопасности, который включал бы специалистов из госорганов, из академической среды, из частного сектора и так далее. Ну, как всегда, что-то пошло не так, и, как бы, кибербезопасность у нас полностью пошла в ведение Госкомитета национальной безопасности. Но вы сами понимаете, наши комитеты национальной безопасности, они такие слегка закрытые структуры, слегка, да. И, к сожалению, это приводит к тому, что, ну, на самом деле, кибербезопасность, она подразумевает открытость. Чтобы об этом не говорили, она подразумевает открытость, она подразумевает обмен информацией, а, как бы, наши комитеты национальной безопасности в силу мандата они этим не могут заниматься. Вот, поэтому что-то там как-то идет, будем смотреть как. В рамках проекта Декаса Семьерного банка сейчас разрабатывается, то есть, помимо, как бы, тех вещей под фронтизацией, которые идут, включая, там, создание, например, государственного облака для государственных информационных систем, в этих же рамках разрабатываются начатые работы по разработке цифрового кодекса, который будет включать в себя регулирование цифрового пространства, скажем так, и, естественно, компонент кибербезопасности. Параллельно разрабатывается закон о кибербезопасности, который будет включать в себя в том числе защиту критической информационной инфраструктуры. В рамках, опять-таки, ну, то есть, при ГКНБ был создан национальный СЕРТ, к сожалению, мало можно сказать об их работе, потому что, я говорю, все-таки основная задача СЕРТа – это обмен информацией, да, то есть, в том числе и обмен угрозами, это предупреждение об угрозах, это анализ угроз и так далее. То есть, опять-таки, ну, так как ГКНБ – структура достаточно закрытая, они, в общем-то, не могут заниматься, поэтому информации об этом, ну, не сказать, что так много. То есть, из хороших новостей, спустя 14 лет, по-моему, или 13 лет после создания, вернее, принятия закона о информации персонального характера, у нас, наконец, было создано и заработало агентство по защите персональных данных, причем заработало очень активно. Вот буквально вчера и сегодня проводился семинар, который организовывал это агентство, и я был удивлен, честно говоря, интересу со стороны госорганов к этим вопросам, то есть, был полный аншлаг, задавали вопросы, потому что у нас, в общем-то, принято было, помимо закона о информации персонального характера, были приняты требования к защищенности информационных систем, образовывающих персональные данные. Ну и, помимо этого, у нас есть еще постановление о защите государственных информационных систем. К сожалению, исполнение этих постановлений, оно пока страдает. То есть, опять-таки, вот это понимание ожиданной нереальности, естественно, это требует развития компетенций госслужащих, на это нужно и время, и ресурсы, и при этом, как бы, та текучка среди госслужащих, и особенно среди руководящего состава, она мешает немножко вот этой институциональной памяти, которая позволяет развиваться без скачков. У нас же это получается, что вот мы сделали шаг вперед, меняется руководитель, мы делаем два шага назад. Вот. И это, в общем-то, делает ситуацию, как бы, не очень радужная, но, тем не менее, что-то идет. Спасибо, Артем. Мы все время говорим о том, что цифровой мир стремительно развивается. Я думаю, что скоро эволюционно мы все будем очень защищены. Вот я сейчас хочу Шухрату предоставить слово, потому что очень много сейчас я читаю, слежу за Узбекистаном, потому что в Узбекистане очень многое делается для развития цифрового мира. А как обстоят дела с цифровой безопасностью на уровне государства? Пожалуйста, Шухрат, вам слово. Всем добрый день. Еще раз спасибо за приглашение. По Узбекистану, конечно, нужно отдать должное, что мы всегда находились под пристальным наблюдением, как и соседей, так и мирового сообщества. Он всегда вызывал определенный интерес к силу предыдущих событий, к силу текущих реформ. Мне кажется, что на текущий момент в Узбекистане есть, на уровне государства есть, актуальность понимания важности этих вопросов, что кибербезопасность занимает все большее значение как для государственного аппарата, так и для сообщества. Правда, есть такой момент, который присущ большинству стран мира. Немного отсутствует дифференциация понятия кибербезопасность и информационная безопасность. Зачастую в нашей стране, в том числе, на информационную безопасность начинают смотреть именно через призму кибербезопасности. Да, это немаловажный аспект. Да, это защита государственных систем, систем хранения связей, передачи информации. Это все очень важно. На этот счет в Узбекистане сделаны уже достаточно хорошие шаги. Во-первых, в 2019 году был принят закон о защите персональных данных, где, по крайней мере, была определена структуризация, что такое персональные данные и как они, где должны они храниться. Более того, в прошлом году, в 2021 году были внесены еще дополнения, которые ужесточают санкционную даже политику со стороны государства за разглашение этих персональных данных. Есть в этом и определенные плюсы и минусы, то, что этот закон подразумевает хранение данных в информационных системах, в том числе в глобальных социальных сетях и так далее, на территории Узбекистана. С точки зрения мировой практики это нормальная процедура. Но, опять же, с точки зрения исполнения имплементации на техническом уровне это достаточно серьезный вопрос. Как и кто будет размещать эти сведения на территории страны? Кто, в конце концов, за это будет платить? И у кого какие мощности, ресурсы на это будут? Более того, в начале года в Узбекистане, наконец, был принят закон о кибербезопасности. Да, он в большей степени относится к вопросу обеспечения кибербезопасности государственного аппарата, как правило. Там, ну, по крайней мере, там уже определенные понимания, понятия самой, самих вопросов кибербезопасности. Структуризация, дифференциация, определение критически важной инфраструктуры и так далее. Почему это все делается? Потому что, во-первых, население Узбекистана, оно составляет все-таки максимальное количество, наверное, среди центроазиатского региона. На текущий момент у нас 34 с лишним миллиона. И, конечно, вопросы информатизации, они очень активно начинают цифровизаться и вливаться в социальное, в общество. Как ни парадоксально, ковид, он очень серьезно способствовал развитию информационных услуг как на уровне государства, так и на уровне частного бизнеса. К примеру, банковская сфера капитально развилась за один год, вплоть до доставок этих карт банковских, огромного количества цифровых услуг, как на уровне, опять же, государственных систем майгов, так и на уровне классических частных или банковских услуг. И это все, естественно, приводит к тому, что государство начинает обращать внимание на возрастающий спектр угроз. Чем удобнее населению пользоваться цифровыми услугами, тем больше появляется криминальных элементов, которые начинают использовать эти услуги в своей сфере. Ну, мы не изобретаем велосипед, это вообще повсеместная практика. Глава государства, допустим, в 19-м году также поставил перед административным аппаратом вопрос о запуске проекта миллион программистов. То есть, опять же, есть, очень правильно было отмечено коллегами из Кыргызстана, есть нормотворческая практика, есть практическая. На бумаге это, конечно, все очень хорошо, и это дало толчок. Ребята, девушки, они активно вливаются в этот процесс, молодежь, она активно начинает поддерживать. Но не всегда, конечно, на практике не все аспекты, они затрагиваются настолько хорошо. Не всегда там, может быть, поощряются эти, эта деятельность, не всегда, может быть, те призы доходят до кого, к которому нужно это, ну раз смешные публикации в прессе появляются на этот счет. Но сам факт, шаг в этом направлении сделан, и государство этому уделяет свое внимание. Кроме того, вопросы цифровой экономики. У нас очень часто за последние два года на вопросы информатизации смотрят через призму развития экономического сектора. К примеру, на текущий момент доля цифровой экономики составляет где-то около 2,5%. Но вот к концу 2023 года планируется увеличение в два раза. Доля госуслуг планируется довести до 60% к концу этого года. Ну, это очень существенно. Небольшая статистика. Например, через систему майгов только за вот эти полгода, с января по июнь месяц, официальная статистика, обработано более 8,5 заявок, к примеру. А за прошлый год, за этот же промежуток времени, где-то около 3 с лишним миллионов. Ну, за год прошлого года 16 миллионов. То есть, видна очень практическая, хорошая имплементация таких вопросов. Так же, как и в Кыргызстане, вопросы кибербезопасности у нас отнесены к спецслужбам. В чем-то это, опять же, хорошо. Почему? Потому что вопросы кибербезопасности рассматриваются через государственный сектор. Критически важная инфраструктура, она отнесена в Узбекистане исключительно к вопросу государственного контроля, в отличие, допустим, от Казахстана, где присутствуют частные энергетические узлы, например. В Узбекистане это отсутствует. Естественно, контроль за этим будет осуществлять государственные службы. Плюсы в том, что, да, будет осуществляться более жесткий контроль, будет проводиться, может быть, выверенная сертификация этих объектов, будет предотвращаться различные коррупционные аспекты. Но минус, опять же, конечно, в том, что эти структуры достаточно закрытые, и надеяться на транспарентность, прямо широкую открытость данных по этим вопросам сложно. Но, по крайней мере, шаг уже сделал. Это очень кратко, если именно по госсектору. Спасибо большое, Шукрат. Сейчас вы тоже говорили, я тоже говорила в начале о том, что помимо государства, наше общество и граждане тоже уже вовсю пользуются преимуществами цифрового мира. Однако, есть ли у граждан наших стран понимание того, что это пространство может быть опасно, что данные сливают, что хакеры могут мошенничать? Ведь в обществе до сих пор есть непонимание необходимости защиты своих персональных данных, типа, кому наши данные нужны или кому ваши данные нужны. Незащищенность населения, слишком большое простодушие происходит на фоне оттока большого количества этих специалистов из России, страны, где наиболее развита эта сфера. Вот, например, я недавно была, и вообще некоторые группы есть о том, что IT-специалисты переезжают из одних стран в другие. И вот это вот наше простодушие, оно может стать очень опасным. И вот мой вопрос тогда, что делается для повышения цифровой грамотности населения, насколько цифровые права граждан защищаются государством, коммерческим и частным структурам, и давайте поговорим вообще о том, что делает общество, чтобы обезопасить граждан, и скажите о каких-то кейсах, ошибках в ваших странах. Пожалуйста, Асумеддин. Как вы думаете, сколько осведомлены граждане Таджикистана кибербезопасности, и что делается обществом, чтобы обезопасить граждан? И делаем это вообще? Спасибо за вопрос. Исходя из нашего опыта работы с гражданским обществом, мне кажется, не только на уровне государства, но на уровне общества все еще кибербезопасность, информационная безопасность, цифровая безопасность воспринимается старой парадигмой безопасности, информационной безопасности. Как подчеркнул Артем, в кибербезопасности важным компонентом является открытость, открытость в взаимоотношениях, открытость в аналитике данных, доступности данных. Но не та парадигма, которая была в 20 веке, когда спецслужбы в основном курировали этот вопрос и старались больше всего собрать информацию, и всегда самым важным вопросом была защита информации или секретность этой информации. Но в современном мире, когда в обществе обращаешься, когда поднимаешь вопрос обыкновенной цифровой гигиены, многие активисты сразу отвечают на это, что мне нечего скрывать, и зачем мне применять все эти сложности, чтобы усложнить свою жизнь. Мне нечего скрывать. Когда речь не идет о секретности, речь идет о защите того, что конкретное индивидуальное лицо или организация, или общество ценит. Ценит и поэтому защищает. Речь вот об этом. Если вот эта парадигма изменится в обществе, тогда будет легче, намного легче повысить и информированность, и принятие тех мер, которые направлены на защиту своих ценностей, своих цифровых, называемых цифровых активов, как на индивидуальном плане, так и на уровне организации, и на уровне общества, и государства. Вот такой у меня. А как вы вообще оцениваете уровень цифровой грамотности в Таджикистане? Для этого необходимо провести отдельное исследование. Предпринимается очень много в последнее время очень много попыток, направленных на медиа, информационную грамотность, цифровую грамотность, как в сфере школьного образования, так и в сфере высшего образования среди различных всех секторов. Есть очень много инициатив. Но снова, если мы обратимся к тому индексу эстонского, я прошу прощения, название тогда не сказал, это национальный индекс кибербезопасности. На глобальном уровне это применяется, уже более 120 стран, по-моему, его применяют, используют. 12 категорий индексов, 81 индекс, индикаторов. Вот по Таджикистану сфера образования по обеспечению кибербезопасности 44%, это лидирующая категория, затем идет электронная идентификация и услуги с 22%, защита персональных данных на уровне 25%, и вклад полиции по борьбе с киберпреступностью 11%. Остальные оставшиеся 8 категорий нулевые, включая ответы, ответы на киберинциденты, включая вопросы полиции, управления угроз, участие на глобальном уровне и других вопросов. Вот единственный индикатор, на котором я могу ссылаться, вот этот национальный индекс кибербезопасности от Эстонской академии электронного управления. Спасибо большое, Самедин. Давайте теперь Артем, вы расскажите о том, как граждане Кыргызстана понимают об опасности снила частных данных, что делается гражданским обществом и достаточно этого. Как Самедин уже сказал, объективных данных нет. Это будет мое субъективное мнение, базирующееся на каких-то наблюдениях и так далее. Во-первых, я бы хотел сказать, что уровень преступности, к примеру, киберпреступности, он вряд ли будет сильно коррелироваться, например, с оттоком эти специалистов в, скажем, в наши страны, потому что киберпреступность, она имеет транснациональный характер и не обязательно быть рядом с человеком для того, чтобы его взламывать, к примеру, или обманывать. То есть этим можно прекрасно заниматься с любой точки мира, которая предоставляет комфортные условия для этих вещей. такая мировая повестка, она как раз-таки и состоит в том, чтобы сделать весь земной шар максимально некомфортным для киберпреступников. С точки зрения цифровой грамотности, к сожалению, чтобы ее повышать, нужен достаточно системный подход, в том числе со стороны государства, соответствующих министерств, это министерство не должно быть естественно комитетом национальной безопасности, к примеру. Я думаю, все-таки это задача Минобраза и Минкультуры информации, но опять-таки это не предусмотрено нигде. То, что было сделано, например, в Кыргызстане, то есть фондом Сороса, например, было разработано учебники по информатике, по-моему, с 5-го по 10-й класс, если не ошибаюсь, где как раз-таки были включены главы по цифровой гигиене, начиная именно с 5-го и вот до 10-го в порядке повышения сложности, скажем, и релевантности к конкретному возрасту. Насколько эти учебники сейчас востребованы и распространены по школам, несложно сказать. Насколько они используются. Потому что здесь всегда еще встает вопрос компетенции учителей, которой наверняка не хватает, и вопрос компетенции, в общем-то, госслужащих, в том же Минкультуре. То есть сейчас у нас, например, полное название Минкультуры, информации, спорта и молодежной политики, по-моему, если не ошибаюсь. То есть у них очень много задач, и одну из задач, например, на них выложили согласно новому закону о защите от ложной информации, блокирование сайтов, если кто-то там подает информацию о какой-то ложной информации на сайте. То есть то, что предложили Минкультуры, каким образом это делать, это абсолютно как бы технически неграмотно, и понятно, что там просто не хватает специалистов в этой области, чтобы это сделать. Соответственно, в области образования, то есть несения какой-то повестки в массы, этого недостаточно однозначно. Плюс, например, с точки зрения развития цифровых сервисов для того, чтобы люди пользовались цифровыми сервисами и таким образом они немножко развивали, скажем так, свою цифровую грамотность, то есть опять-таки нету какого-то единого подхода. Каждое ведомство, каждое министерство пытается что-то сделать сами, то есть каких-то единых интерфейсов, которые делали бы это удобным, нету, соответственно, люди просто этим не пользуются. Вот, все это создает такую, ну и опять-таки небольшая такая атмосфера недоверия государству. Вот, и с другой стороны действительно вот этот вот устаревший подход, который говоришь, чего мне прятать, и так все все знают, все все могут прослушать, типа, зачем мне что-то там предпринимать по этому поводу. То же самое, как бы, действительно, обесценивание персональных данных, то есть когда у нас люди отсылают копию своего паспорта по WhatsApp, ну, всем, кто попросит практически, хотя, как бы, они должны знать, что, собственно говоря, с этой копией паспорта я могу там запросто себе сделать электронный кошелек, с которого буду какую-нибудь террористическую ячейку, финансирование, пусть потом этот человек докажет, что это не он был. То есть там, на самом деле, очень много вопросов, и без какого-то системного подхода их решить очень сложно. Спасибо большое. Я прям напряглась, потому что я тоже отправляю иногда копию своего паспорта по WhatsApp. паспорта. Да. Пожалуйста, Алайдар, вам слово, расскажите, как обстоят дела в этой области, в области знаний простых граждан в Казахстане, и что делают гражданские организации, и что еще нужно сделать. Пожалуйста, вам слово. Ну, в этом плане, опять-таки, соглашусь, как и Артем, соглашусь с точки зрения Асамедина, у нас нету какой-то объективной оценки именно по этому вопросу, поэтому все, что сказано, будет лишь мое сугубо субъективное мнение. Уровень осведомленности среди населения, я бы сказал, достаточно низкий, потому что, опять-таки, как уже упоминали раньше, люди передают свое удостоверение, копию удостоверения личности, или же какие-то свои паспортные данные по WhatsApp, по Telegram, через любые мессенджеры, любому человеку, который, опять-таки, об этом попросит, что создает очень большую угрозу похищения персональных данных и оформления каких-то кошельков или совершения каких-то мошеннических действий. Потом, что у нас делается по этому поводу? Трудно, опять-таки, что-либо сказать, потому что программа, грубо говоря, по развитию осведомленности у нас еще на государственном уровне она не развита нормально. На данный момент у нас создана рабочая группа совместно с Билайном и ЮНИСЕФом. Там еще сидят несколько других организаций, как Microsoft, лаборатория Касперского по улучшению осведомленности детей и по защите детей в онлайн-пространстве. как часть вот этого мероприятия, точнее, ряд мероприятий этого проекта будет разрабатываться программа по улучшению осведомленности среди детей, как среди детей, так и среди их родителей и учителей. Поскольку вопрос кибергигиены, он очень сложный и требует участия всех, абсолютно всех граждан в этом вопросе. Что касается защиты цифровых прав. У нас буквально недавно создалась казахстанская ветвь DRC, это Digital Rights Центр, то есть Центр Цифровых Прав, который был открыт в Москве, если я не ошибаюсь. В этом году они открыли свой новый офис здесь, в Казахстане, в котором задействованы юристы и исследователи из КазГю, это Казахстанский государственный университет, юридический университет имени Нарикбаева, где прям очень досконально исследуется вопрос защиты персональных данных, защита, то есть цифровая криминалистика или форензика, и именно вот это цифровое направление у нас очень сильно сейчас развивается. То есть, например, в нашей компании мы буквально недавно открыли центр компьютерной криминалистики, где мы будем получать заказы на проведение криминалистических исследований и выдачу официальных заключений от наших специалистов. Ну а что нужно для этого, что нужно вообще для улучшения уровня осведомленности, это, во-первых, более систематичный подход, как и уже говорилось раньше, со стороны государства. То есть, с точки зрения Казахстана этим должны заниматься Министерство цифрового развития и инновации космической промышленности, Министерство информации и общественного развития и самое главное, это Министерство образования и науки Республики Казахстан. Два из этих, двое из этих министерств достаточно, как-то достаточно трудных для таких вот таких-то инициатив, поскольку у них есть своя собственная повестка, которую они должны первоначально выполнить и потом уже за все остальное браться. Опять-таки, это мое сугубо личное мнение. Да, и что же еще? В нашей компании, то есть, мы тоже создаем определенные курсы для госслужащих, для каких-то компаний, которые сами заинтересованы в проведении вот таких, как сказать, водных курсов по кибергигиене, для того, чтобы люди понимали, во-первых, хорошо, вам нечего скрывать, но когда утечка коснется вас и ваших данных, или же из-за вас, используя ваш номер или вашу почту, будут рассылаться спамные сообщения или фишинговые сообщения и вымогаться деньги, использовав ваше имя, вы тогда будете становиться более, вы тогда будете становиться в большей степени соучастником и никто этим не хочет заниматься, то есть, никто не хочет быть соучастником, соответственно, люди уже чуть-чуть получше задумываются о том, как они защищают свои данные. Вот, буквально недавно у нас в марте месяца произошла большая утечка данных, это Яндекс. всегда утекли данные более двух миллионов пользователей, как с Россией, так и с Казахстана, ну и с других стран Центральной Азии, которые пользуются данным сервисом, и на этом фоне у нас пошла очень большая волна именно мошеннических звонков со стороны мошенников, опять-таки, для вымогания денежных средств. но на этот раз они уже были более хитрыми, они не представлялись как сотрудниками банка, они представлялись как сотрудниками МВД, и говорили то, что используя наши данные было совершено кража на полмиллиона тенге, что ли, то есть предупреждали нас о том, что наши данные своровали откуда-то и пытались вымогать на этом фоне деньги, что было достаточно умно с их стороны, но опять-таки достаточно интересный подход, к этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Шухрат, вам слово. Вот Артем говорил о том, что не обязательно быть в этой стране, но я думаю, можно не быть в этой стране, но знать о том, что там происходит в этой стране. Вот в Узбекистане очень интересная ситуация, расскажите нам, пожалуйста. Давайте так вот, наверное, начнем чуть-чуть поглобальнее. То есть вообще сам спектр цифровых услуг любых социальных сетей, мессенджеров и прочее, 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 когда он только развивался, мы сами пользователи открыто выписывали все свои сведения, начиная от номеров паспортов, заканчивая ICQ адресами и постоянно хэштегили свои локации, куда мы там перемещаемся. Через некоторое количество времени, буквально 5-6 лет назад, многие стали приходить к пониманию, что это все-таки чревато. Не нужно выставлять свои билеты самолетные, не нужно говорить, что ты куда-то уехал. Почему? Потому что люди умные и, как правило, преступники, они далеко не дураки, они гораздо умнее, чем многие из нас, можно сказать. Естественно, они стали реагировать на подобные вбросы, на подобную информацию и стали, грубо говоря, оборовывать банальные квартиры. После этого человек, маловероятно, что выложит снова копию своего паспорта или копию своего билета. Это в глобальном контексте. По Узбекистану можно сказать то же самое. Нужно понимать, что все-таки энное количество лет назад, около 4 лет назад, Узбекистан не был так широко имплементирован в международные процессы банковской, информационной, IT-составляющей. У нас это все присутствовало, но не настолько широко было интегрировано в какие-то другие сферы. Второй момент. Сейчас это изменяется, банковская сфера начинает интегрироваться в международную банковскую схему, от этого возникают и свои плюсы, как доступность, то есть использование наших банковских карт за рубежом, так и минусы, то что возникают какие-то угрозы для пользователей, к примеру, тех же самых банковских карт. Это сейчас мы насчет финансового сектора говорим. Потому что была, допустим, ранее у меня самого смешная ситуация. Я когда-то забронировал отель через букинг, по ошибке забронировал два номера, приезжаю туда, администратор говорит, нет, вот нельзя отменить, я плачу, сниму вас деньги за два номера. Я говорю, ну попробуйте, вы все равно это не сможете сделать, пока я вам карту эту физически вы ключ не вставите. То есть это было очень смешно, но факт оставался фактом. Из-за того, что банковская система не была интегрирована в международную систему, оператор на другой стороне просто не мог совершить никаких финансовых операций. И пришлось этому ресепшену отменять мою первую, одну из бронь. То же самое и сейчас. Сервисов доставки, допустим, глобальных на текущий момент у нас пока нет. У нас все свое. Да, Яндекс такси начинает активно внедрилось за последние три года. И это третий момент. Четвертый момент касательно специалистов. Я сейчас просто перечислю, а потом все вместе обобщу. Касательно специалистов оттока из Российской Федерации. Да, их у нас очень много. Стало за последние два месяца очень серьезный приток граждан Российской Федерации, как и Белоруссии. В первую очередь это опять же эти специалисты. Но говорить то, что они несут какую-то перманентную угрозу нашей системе информационной тире кибербезопасности, ну, сложно. Почему? Потому что они сами только-только имплементируются в эту систему. Они сами только-только начинают понимать, как пользоваться нашими разнофакторными базами банковскими картами, которые определенный тип банковских карт действует только на территорию Узбекистана. Определенный тип банковских карт действует только за пределами Узбекистана. В Российской Федерации сейчас происходит по сути дела то же самое. То есть их карты действуют только на территории РФ, а за всеми остальными картами они едут в том числе к нам. Поэтому нужно понимать, что они какой-то перманентной угрозой для нас не несут. Есть ожидания у нашего частного государственного сектора то, что прибытие IT-специалистов в Узбекистан существенно поднимет уровень информатизации и развития ИКТ информационных услуг в Узбекистане. Есть ожидания. Конечно, определенный толчок позитивный это даст. Почему? Потому что так или иначе ряд из этих IT-специалистов будут работать в частном секторе они так или иначе будут способствовать развитию информационных услуг в нашей стране. Почему? Потому что они с этим столкнулись гораздо ранее, нежели чем Узбекистан. Но при этом нужно понимать, что огромная большая часть все-таки из них это такая так называемая серая зона. Они приезжают сюда, живут в нашей стране, используют наши сервисы, но при этом они не работают на Узбекистан. Они работают также на удаленке, получают выплаты свои, для Узбекистана хорошо, потому что транзакции теперь идут на карты Узбекистана и соответственно наш финансовый сектор получает дополнительные прибыли. Но то, что они активно имплементированы будут и очень сильно поднимут наш уровень, как безопасности, так и угроз, я бы так не говорил. Почему в Российской Федерации чуть-чуть пораньше все это возникло, но почему они более серьезно смотрят на эти вопросы? Потому что опять же они раньше с этим столкнулись. Банально в Российской Федерации подойти на 30 сантиметров к бабушке, которая будет снимать свою пенсию с карты, невозможно, она развернется и даст тебе по шапке свои сумки. Почему? Потому что она когда-то или ее бабушка столкнулась с тем, подружка столкнулась с тем, что у нее эти деньги убили. В Узбекистане такой практики пока не было. Опять же, есть закономерность. Пока человек не наступит на лужу, он не будет обращать внимание на эту лужу. Соответственно, в Узбекистане то же самое. До сих пор присутствует практика того, что мы можем говорить коды карт при оплате. И, кстати, это один из трендов нашей страны, насколько у нас хороший формат доверия к людям, что мы можем сказать пин-код от нашей карты. Но нужно понимать, какого типа эта карта. Это не виза и не мастер, к примеру. Эта карта в основном предназначена для использования на территории Узбекистана. И, по сути дела, доступ к ней, как люди считают, большого потенциального потенциального угрозы или риска для пользователя этой карты не несет. Пока. Почему? Потому что наша национальная система все больше интегрируется в международную. И, естественно, возникает закономерность того, что начинает расти новый спектр не просто угроз, а уже криминальных активностей. То есть очень начинают расти мошеннические схемы. Опять же, с использованием платежных наших систем, различных фишинговых ссылок, различных информационных вопросов о каких-то лотереях и так далее. Лет 7 назад этого не было. Почему? Потому что это просто бы не сработало. Кликай, не кликай, человек на эту фишинг-ссылку хакеру или злоумышленнику никакой разницы нет. Ссылка бы просто не сработала. Потому что у него бы никогда бы не было физического или же IT-доступа к этой финансовой системе. Это сейчас стало появлением. И по это финальное заключение того, что, конечно, индикатор понимания населения в первую очередь, что нужно очень серьезно обращать внимание на цифровую грамотность, на информационную безопасность, на кибербезопасность, он низок. Почему? Потому что небольшой процент населения сталкивается с этой проблемой. Пока не стукнет машина, ты будешь переходить дорогу вслепую. Касательно реакции гражданского общества, да, у нас есть несколько общественных деятелей, несколько блогеров, если по социуму говорить, которые активно, как раз одиноко, пытаются через информационные ресурсы озвучивать, что там не играйте в лотерею такую-то, такую-то, не покупайте, к примеру, фальшивые билеты на Узбек Аирлайнс. Вот сейчас, допустим, активные продажи были. По цене 30 долларов продают билет на Бали, народ ведется, покупает, это потом думает, как же так. И так далее. Но говорить о том, что все повсеместно используют эти рекомендации, ну, сложно. Почему? Потому что, как правильно заметили все наши коллеги, вопрос должен быть структурированный, да, то есть об этом должны вещать со всех передатчиков, со всех радиостанций Советского Союза, да, как раньше. Но нужно понимать, что огромное количество проблем, которые сейчас присутствуют, они отвлекают, да, население от, казалось бы, таких, ну, неважных, по их мнению, проблем. Почему? Потому что, опять же, не было очень серьезного ущерба для пользователей этих информационных услуг. У нас пока не было задокументировано ни одной серьезной утечки, скажем так. Потому что, опять же, базы не интегрированы, ряд баз не интегрированы международной системой или же к ней не имеют доступа. Вот. Это финализируя все, что связано с гражданским обществом, вообще с обществами. Но при этом я хотел бы немного возразить коллегам касательно кто должен координировать эту деятельность. Все-таки нужно разделять вопросы государственной, обеспечения государственной безопасности в области, цифровизации, информатизации и так далее. И вопросы общества. То есть Минкультура никогда не будет заниматься вопросами обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры, потому что это никогда к ним относиться не будет. И тут существует опять же, как я в самом начале отметил, проблематика того, что государство, как правило, на информационную безопасность. Первое, смотрит через призму кибербезопасности, что не совсем правильно. И второе, оно рассматривает исключительно защиту вопроса усиления вопросов обеспечения безопасности для государственного сектора, информационных систем, информационных ресурсов и так далее, так далее, так далее, все, что связано с государством. И получается, гражданская составляющая, общество, оно немножко остается за бортом. И это повсеместная проблема, не только в Узбекистане и так далее. Это общемировая практика. Что же делать? Чуть-чуть длительнее. Что делать? Да, пожалуйста. В любом случае делать мы можем только одно. На нашем уровне, к примеру, это исключительно, это элемент повышения образовательного контекста. То есть, когда постоянно вода капает в одну точку, рано или поздно камень расколется. И нужно понимать, что сами обстоятельства, сами временные аспекты, сами угрозы и сами проблемы, которые будут появляться в обществе, они зачастую лучше любого тренера могут научить человека соблюдать свою безопасность. С нашей стороны, с гражданского взгляда, мы можем исключительно только заранее информировать об этом, говоря, что, ребят, все-таки под крыши дома не ходите, потому что там снег и сосулька может на голову упасть. Но, как мы все прекрасно знаем, зачастую всего лишь небольшая часть людей сообществом обратит внимание на эту рекомендацию, не прочтет ли. Большинство из них пройдет все-таки мимо. Но... Решите я пояснить чуть-чуть? Да, пожалуйста. В смысле, вот я ни в коем случае не говорил, что мини-культурой должно заниматься защитой критической инфраструктуры, во-первых. Да, конечно, конечно. Я просто дифференцировал это. Да, да, да. То есть это к тому, что я думаю, что пора говорить о культуре и цифровой безопасности. И само слово культуры, оно как раз-таки подразумевает определенную принадлежность Министерства культуры и информации. Потому что это непосредственно принадлежит к ним. Вот, собственно говоря, уточним. Конечно, конечно. Этот вопрос нужно будет, естественно, этот вопрос, естественно, нужно поднимать прямо с детского, чуть ли не садиковского возраста. Почему? Потому что спектр угроз для разных слоев населения, он совершенно разный. То есть ребенок, он в цифровой среде не столкнется с хищением своих денег, как правило, потому что у него, в большинстве случаев, потому что у него нет денег. Это деньги родители. Но он может столкнуться с буллингом, он может столкнуться с давлением на них, с харашментом, издевательством в сетях и так далее. Естественно, на этом уровне ребенку нужно объяснять одно. На более взрослом уровне нужно объяснять немного другое. Кроме того, не только социальная среда, а сферы деятельности. Правоохранительные органы зачастую не всегда понимают, как обеспечивать кибер-информационные безопасности. Можно добавлю? Согласна, сейчас секундочку, Асумидин, я просто хочу сказать, что мы сейчас с вами обсуждаем очень-очень-очень ну как бы очень важную тему, глубинные проблемы. И вот смотрите, когда мы говорим об образовании, допустим, для родителей, для детей, для каких-то бизнес-структур, где брать специалистов? Асумидин, давайте рекомендации. Мне кажется, вот снова, если исходить из того, что сказали, здесь вопрос, вопрос доверия, траст, вопрос доверия очень важным является, если государство увидит наконец-то в каждом гражданине партнера, партнера по обеспечению хотя бы защиты своих данных, своих цифровых активов, то это будет уже, мне кажется, очень естественный путь развития вот такого потенциала. На одном из мероприятий, которое было в одном из столиц Центральной Азии, на вопрос, почему список заблокированных, запрещенных по закону контентов не выкладывается онлайн, хотя это по закону, это нормативные требования, ответ представителя было, что потому что это может повысить заинтересованность граждан, подсветить эти ресурсы. То есть это равносильно такому же подходу, что зачем тогда лучше не учить грамотности населения, население и население не будет знать об этом. Или как Дуров сказал, грамотность о запрете грамотности, ну ладно, не буду об этом. Или другой представитель наших сообществ СНГ на вопрос повышения грамотности общества такой вопрос задал, а зачем? А зачем повысить грамотность общества те, кому нужно это знать, они будут знать, всем знать это не обязательно. Вот это снова подход, это парадигма 20 века, даже устаревшая парадигма. Пример, давайте возьмем, мой учитель Richard Hicks говорит, что применение информационно-коммуникационных технологий для экономических, социальных, других вопросов жизни надо следовать органическому пути. Органический путь, где найти на рынке. тот же самый Facebook, более 2 миллиардов пользователей. Каждый пользователь защищает до определенной степени свой аккаунт, свои личные данные, свой профайл, при этом Facebook помогает, направляет, требует, чтобы двухфакторная была оттекация включена, регулярно меняли пароль и так далее. Facebook принимает каждого пользователя, независимо от страны происхождения, как равносильного, как клиента своего и как равносильного пользователя, который может заниматься саморегулированием. Если в наших странах также будут относиться к каждому гражданину, как партнеру, хотя бы для обеспечения своей безопасности, тем более в наших странах, всех здесь сидящих странах, определенная часть населения постоянно находится за пределами страны, особенно молодежь, это касается молодежи. То есть гражданин превращается в партнера государства, в обеспечение безопасности, своей безопасности, тем самым делает вклад в обеспечение кибербезопасности всего государства. И нам не надо исходить из опыта супердержав, страны, которые хотят вернуться в эпоху абсолютной независимости. Цифровая эпоха, конец абсолютной независимости, здесь больше идет взаимозависимость. Та страна, которая больше всего взаимозависима с другими странами, та и будет более независимой и более безопасной. И тут еще другой вопрос есть, вопрос восприятия цифрового суверенитета. К сожалению, мы, наши страны, идем за не очень правильной концепцией цифрового суверенитета, где не говорится об независимости данных граждан, а больше говорится о защите данных граждан как собственность гражданина, а здесь больше идет речь о защите данных граждан как собственность государства. Наверное, это тема другой дискуссии. Спасибо. Давайте, Алейдар, сейчас вы, а потом Шифрат. Я просто хотел привести дополнительный Алейдар, а потом Шифрат. Я просто хотел добавить касательно того, что сказал Самедин по поводу вовлеченности гражданского сектора именно в обеспечение безопасности и включенности его в понимание. У нас в Казахстане наша компания совместно при поддержке Минцифры НУЭМ-Царяба нашего мы запустили национальную площадку по выявлению уязвимости Backpounty.kz где любой пользователь Казахстана, любой программист, любой ИПшник, студент, ученик не имеет значения может зарегистрироваться у нас на платформе и, грубо говоря, проводить аудит информационных систем Казахстана, то есть оба-ресурсах, выявлять уязвимости и сдавать их и за это получать еще деньги. Эта система уже эффективно у нас работает. мы получили более 1200 отчетов что ли от пользователей и дополнительно у нас на платформе зарегистрированы не только граждане Казахстана, но еще и граждане, если не ошибаюсь, Кыргызстана, Узбекистана, Сингапура, России. То есть все международные, грубо говоря, IT-сообщества периодично садятся со своей компьютеры и помогают Казахстану в обеспечении кибербезопасности. Это достаточно хорошая модель. И вот именно эту модель в прошлом году, если не ошибаюсь, подписали меморандум с ГКНБ и Минцифры Кыргызстана о передаче вот этих вот, грубо говоря, наших технологий в Кыргызстан для обеспечения их собственной безопасности. То есть опыт уже есть достаточно успешный на территории Центральной Азии. Его бы только расширить теперь и все. Спасибо большое. Классный вопрос. Вдохновляйте. Да. Я приблизительно то и имел в виду, но не на таком узкоспецифическом контексте. Это достаточно вообще признанная практика, когда IT-гиганты платят большие деньги за то, что кто-то протестирует их систем. Это классный опыт в Казахстане. Почему? Опять же, потому что инфраструктура и сама система, она позволяет этот опыт запустить. То есть у исследователей есть возможности провести тестирование какой-либо удаленной системы, как минимум. Там специальная форма заполняется, все это классно. Но касательно образовательных контекстов для обычного гражданина. То есть обычный гражданин, он с компьютером-то не очень. И тут я вспомнил банально наш узбекистанский простой опыт, как государство стало увеличивать прибыль налогоотчислений со стороны маленьких магазинчиков или частных точек, неважно, сферы бизнеса любой. Потому что, к примеру, внедрение терминалов, многие их просто не использовали, предпочитали, как и во многих странах, использовать кэш, серая зона, нет налогов и так далее. Что решило сделать государство? Оно внедрило систему так называемого сканирования QR-кодов со специальных чеков. И 1% со сканированной от потраченной суммы возвращается кэшбэком гражданин. Запущена была специальная система с Аликус, скачиваешь приложение, сканируешь и 1% со потраченной суммы тебе возвращается. То есть, это элемент поощрения. Что стало делать население? Оно стало, во-первых, фиксировать точки, которые не предоставляют такой тип чека. Стало активно использовать вот эти QR-коды, потому что пошли назад реальные деньги. То есть, раз в месяц ты можешь перевести опять же эту сумму на какую-то карту и оплатить какие-то услуги, за что-то заплатить, неважно. И это стало развиваться повсеместно. То есть, и продавцы стали уже аккуратно, исправно выдавать чеки, причем с QR-кодом. И граждане стали активно это все дело сканировать. В результате что? Вопрос получения налогов государством с огромного количества розничных точек существенно поднялся. И это маленький, маленький, очень такой небольшой элемент вознаграждения, поощрения. И население это стало активно применять. То же самое, что касаемо можно применить и касательно цифровой безопасности. То есть, если человек получает не просто норовоучение, туда ходи, сюда не ходи, здесь какие-то угрозы, тотальный шквал будет, он это не воспримет. Опять же, пока с этим не столкнется. Но когда он будет получать какую-то небольшую приятность, какой-то небольшой фидбэк, это будет работать. И это всегда работало, это классическая схема продвижения любой идеи. касательно открытости общества с Асамедином, опять же, я соглашусь или нет, либретарианство это, конечно, очень хорошая тенденция, но касательно доступа к определенной информации, нужно понимать, что зачастую развитие деструктивных идей в свое время очень сильно способствовали СМИ. Нужно понимать, что, к примеру, вот эта террористическая группировка ДАИЖ, она своим успехом во многу благодарна действиям СМИ, которые активно пиарили ради своего хайпа их деятельности. И на уровне международного сообщества есть очень хорошее понимание того, что прекращение освещения или сухое без эйфории этих действий существенно снижает результативность проведения террористических акций. То же самое касаемо какой-то закрытой информации. Никто не говорит, что ее не нужно публиковать. Никто не говорит, что она должна быть запретами. Но мое, опять же, личное мнение, понимать, кто запрашивает ту или иную информацию, это несложно. Можно давать этот же самый доступ через банальные системы ИГОВ. То есть обычный исследователь или расследователь или пользователь имеет свою цифровую метку, свою цифровую идентификацию и, пожалуйста, получай доступ к чему ты считаешь нужным, ознакомливайся с ней и используй. Мне кажется, вот такой контекст это наибольший баланс, чем бесконтрольное распространение любого типа информации. почему? Потому что хаос в информированности общества тоже есть проблематика, по моему мнению. Спасибо за ваше мнение. Артем, вы нам свои рекомендации выдали. Я уже, честно говоря, забыл суть вопроса, слишком много было включено со всех сторон. Да, информации много. Это вообще для людей, которые не в вашей сфере очень тяжело осваивать. но, тем не менее, что же сделать для того, чтобы вот здесь и сейчас для того, чтобы повысить цифровую безопасность, кибербезопасность? Какие рекомендации у вас есть? Ну, то есть мы говорили именно об обществе и гражданах. То есть понятно, что опять-таки мы уже говорили об этом, что это системная проблема, которая так, я прошу прощения. Это системная проблема, которую просто так не решишь. То есть если бы у нас, к примеру, началась, ну, то есть когда у нас появилась первая стратегия цифрового развития, информатизация, это было начало 2000-х, то есть если бы тогда наложили какое-то системное, например, направление в области образования, то сейчас у нас было бы готовое потоление реально образованных в цифровом плане людей. К сожалению, у нас нету последовательности выполнения этих шагов. То есть это с точки зрения государства, я абсолютно за то, действительно, чтобы водились какие-то такие, ну, вот как, например, Шухрат рассказал, с кэшбэком, то есть то, что финансово мотивирует людей, это замечательно, или то, что делает удобно, то есть попробуй сейчас, например, в Алма-Ате проедь в такси и попробуй заплатить наличными. У тебя сразу спрашивают, Каспе есть? Какие-то такие цифровые инициативы, которые заставляют людей, ну, не то, что заставляют, поощряют людей использовать цифровые инициативы, причем поощряют это делать именно в безопасном, скажем так, режиме, это хорошо. То есть это уже переход, скажем так, с уровня информатизации, там, ИГОВ-2, к примеру, там уже ИГОВ-3, может, ИГОВ-Т, куда, ИГОВ-4. То есть там, где именно подразумевается вовлечение граждан в процессы управления в том числе и государством, да, то есть когда человек участвует, то есть любой гражданин может участвовать в принятии решений, он использует сервисы и так далее. С точки зрения ограничения информации это очень противоречивый вопрос. То есть естественно вредная информация, то есть я имею ввиду именно информация насильственного экстремизма, терроризма ее не должно быть. Но я все-таки склоняюсь к подходу, который практикуется в мире, это подход именно удаления информации, а не ограничения, потому что вы сами знаете про так называемый collateral damage, побочный ущерб, который возникает при блокировании каких-то ресурсов. То есть попробуйте заблокировать страничку в Фейсбуке, у вас заблокируется полностью Фейсбук. В результате в стране, в России, к примеру, по оценке тоже Роскомсвободы, по-моему, 95% сайтов были заблокированы просто потому, что они находились, это технические аспекты, они находились на том же IP-адресе, к примеру, разделяли тот же sharing IP, и в результате этого они были заблокированы. То есть это вопрос, к которому нужно подходить опять-таки системно, с участием технических специалистов, которые могут объяснить, почему нельзя заблокировать, например, страницу в Фейсбуке, и почему для этого нужно иметь взаимодействие с тем же самым Фейсбуком, опять-таки в рамках законодательства, потому что у Фейсбука есть своя политика, к примеру, при которой они рассматривают каждый запрос, и они сами принимают решение удовлетворять его или нет. Ну, это так, в кранце. Спасибо. А, Лайдар, вы подняли руку, пожалуйста. Да, касательно Фейсбука и вообще защиты информации именно со стороны информационных операций и операций влияния, скажем так. Интересный опыт я увидел в Эстонии, когда недавно ездил на конференцию НАТО в киберцентр НАТО. Там как раз-таки очень сейчас усердно поднимается вопрос именно влияния информации через социальные сети на граждан Эстонии. В основном там это идет на этническое русское население Эстонии. Что по этому поводу предпринимает мета, то есть Facebook в данном вопросе, они сделали следующее. то есть как раньше работал алгоритм. Чем больше пользователя лайка какой-то определенный контент, тем больше этого контента ему показывают. То есть если человек несколько раз кликнул радикализированный какой-то контент, который является противозаконным, Facebook будет еще больше пихать этой информации, этой точки зрения, этой перспективы. Что они сейчас предпринимают, это то, что они будут перенастраивать свой алгоритм для того, чтобы если человек лайкнул какую-то поляризированную, скажем так, радикализированную информацию или какой-то фейк, наоборот, Facebook будет давать ему больше противоположной информации для того, чтобы сбалансировать его взгляд. Достаточно интересный подход, достаточно с точки точки зрения, с практической точки зрения, мне кажется, это будет достаточно большой ад со стороны программистов Facebook. Спасибо. Целый пласт вообще очень сложных вещей, но очень важных для того, чтобы обеспечить правую безопасность и государств, и граждан. Я думаю, что как вы сегодня все говорили в течение следующих пяти-шести лет мы будем свидетелями очень больших событий, наверное. Возможно, как я говорю, эволюционно люди сами научатся, и очень хорошие рекомендации вы дали, шухрат, людей нужно заинтересовывать. И вот у нас есть вопросы, пожалуйста. Тимур Токтаналиев, мой коллега, он говорит о том, что слышал, что в Китае распространена оплата услуг и покупок посредством мобильного телефона. Как скоро это будет в странах Центральной Азии, какие есть риски и препятствия? Пожалуйста, кто ответит? Давайте, Алайда, пожалуйста. Посредством мобильного телефона, это имеется в виду, просто уточняю еще вопрос, это имеется в виду использование QR-кода, то есть прикрепление онлайн-банкинга. Если так, то на территории Казахстана это уже используется, крупным банковским гигантом у нас это Каспия является, который, то есть, грубо говоря, используется телефон для того, чтобы оплачивать какие-то определенные услуги, то есть идешь на базар, у продавца стоит QR-код, ты этот QR-код сканируешь и покупаешь себе продукты. То же самое, например... У нас тоже есть в Саджикистане Алим. Я не знаю, Тимур, это такой метод оплаты. В Узбекистане тоже это присутствует сплошь и рядом, то есть 5 или 6 платежных систем. То есть это уже повсеместная практика. А если это Apple Pay или Google Pay, это чуть-чуть другой контекст. Если Apple Pay и Google Pay у нас они только-только начинают развиваться вместе с Samsung Pay им опять-таки. Да, Samsung Pay и Google Pay. Спасибо большое. Это чуть-чуть другой контекст. Я не знаю, как это решено с законодательной точки зрения. Какие риски? А, да, пожалуйста, Артем, я... Я прошу прощения, я вмешался. Да. Нет, нет, пожалуйста. В Казахстане, Узбекистане, в Таджикистане, потому что у нас, например, был серьезный вопрос, когда мобильные операторы решили вводить мобильные кошельки, то банковская как бы Натбанк и банки они выступили активно против, потому что это вмешательство как бы на их территорию, скажем так, и мобильные операторы, они были вынуждены заводить, насколько я помню, отдельные юридические лица, делать какой-то депозитный фонд, который должен покрывать, по-моему, дневные транзакции, то есть там были сложности, связанные именно с этим. И это немножко тормозило этот процесс, хотя, в принципе, сейчас, да, это есть, просто, может быть, оно не в такой мере используется, как, например, действительно в Казахстане Каспусе, который там просто везде фактически монополизировал, наверное, рынок в этом плане немножко. Вот, у нас есть несколько кошельков, которые точно так же используются, то есть у каждого мобильного оператора есть свой, еще дополнительно банк, банки завели свои мобильные кошельки, то есть, ради бога можно использовать. Тимур спрашивает, какие риски в этом плане есть? Он, наверное, Тимур, присоединились, да, к нашей беседе голосом, потому что Тимур, наверное, имеет в виду, вот, какая-то история была там по Лоло, Артем, вы помните, там, в Кыргызстане? Честно говоря, даже не знаю, что там за история была с Лоло, именно с точки зрения использования электронных кошельков, там в электронных кошельках там могут быть те же самые, ну, в основном это мошеннические действия какие-то, когда вы платите за какой-то сервис, но при этом его там не получаете, например. так же самое у нас были случаи, там, может быть, в Лолофо, когда, то есть, это такая самая крупная, скажем так, торговая площадка, там действительно, это как любая торговая площадка, там просто это такая клумба для цветов мошенничества, скажем так, да, то есть, там были те же самые фишинговые ссылки, по которым вы переходили якобы на сайт для того, чтобы оплатить доставку и в результате, ну, это был просто фишинговый сайт, люди вводили данные своих банковских карт и все. То есть, мобильные кошельки они предоставляют просто более удобный вариант из-за этого, то есть, чем, например, использование карт. Из-за этого ими будет пользоваться больше народа и, соответственно, больше народа в силу невнимательности, в силу отсутствия каких-то базовых навыков цифровой гигиены будут попадать на эти мошеннические действия. Спасибо большое. И еще... В Штатане тоже были такие же риски вишенги, когда люди по звонку раскрывали свои эпикоды, полученные от банка или от поставщика услуг и тем самым терялись определенные суммы. То есть, это фишинговые атаки. У нас, я могу сказать, население достаточно серьезно к этому вопросу относится. тут нужно, если именно банковскую финансовую сферу поднимать, все банки, они платежные системы, у нас их сейчас около 4-5, которые при помощи QR-кодов могут, они активно информируют при помощи пуша и при помощи смс-ок, при помощи какой-то интерактивной графики в приложениях своих и приводят примеры через СМИ. То есть, нужно понимать один момент. То есть, кто наиболее цифровизирован в государственной сфере, налоговая, потому что сбор денег с населения. Кто наиболее цифровизирован в сфере предоставления услуг? Банковская сфера, потому что это опять же финансы. И поскольку сами финансы, они заинтересованы в сохранении стабильности этой системы, они делают на самом деле огромную и колоссальную работу, зачастую гораздо больше, чем кто-либо из других более ответственных, типа по закону ответственных за имплементацию этих вопросов. Алла, слышно? Спасибо большое. Да, слышно? Поэтому тут везде самое первое правило ищите деньги. Можно одним опытом я поделюсь своим? Да, конечно. Я в прошлом году после возвращения из Кыргызстана, не посетив банк, стал владельцем банковской карты, карточки. Я сам удивился через неделю после общения, приобретения за 10 суммонет карты для того, что для поездки в городском транспорте и через неделю я понял, что у меня есть полноценная банковская карта с пин-кодом, с всеми атрибутами, с CVC-кодом. Но, конечно, тут вопрос безопасности. Все эти моменты, особенно пин-код и CVC, получаешь через смс, что это открытая система, очень много рисков. но, тем не менее, есть такая практика. Спасибо. Еще один вопрос от Тимура. По сравнению со странами Центральной Азии, странах Европы, довольно медленно продвигается сфера интернет-покупок, онлайн-услуг, использования кошельков. С чем это связано? С бюрократией или неготовностью обеспечить безопасность этих движений и данных? Я понимаю этот вопрос, потому что мы как-то всегда ориентируемся на Запад и они там очень сильно озабочены своей безопасностью. Кто сможет ответить на этот вопрос? Пожалуйста, Асамидин. Маршан Маклюхан говорил, что деньги наличные это кредитная карточка несостоятельных людей, бедных людей. В Европе очень сильно развиты безналичные платежи до эпохи интернета, до эпохи цифровых платежей. Мне кажется, одна из причин вот это, что нет такой потребности, как в наших странах, где не так сильно развита карточная система, и поэтому на этой нищей или как дистраптив технологии появились, что мобильные операторы, почуяв большую потребность, запустили эти услуги. Мне кажется, это одна из причин. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Сталай, да? Вы поднимали руку. Про всю центральную Азию сказать не смогу, просто в Казахстане достаточно хорошо развита система покупок и онлайн торговли, то есть у нас уже можно через маркетплейсы покупать продукты, заказывать домой, через то же самую Каспию, там Жусан, например, или же отдельный сервис, у нас есть арбуз, у нас есть доставка еды и всякое такое. Если говорить о всей Центральной Азии, то, что мне удалось увидеть через исследование, которое я читал, в Центральной Азии очень плохо развита именно инфраструктура, то есть инфраструктура сотовой связи, инфраструктура хорошего, надежного интернет-подключения. Я не говорю даже про высокоскоростное подключение, я говорю просто про надежное подключение. Потому что, например, насколько я могу предполагать, большая часть населения Центральной Азиатской страны находится не в крупных городах, она находится более в отдаленных местностях, поселках, селах, ауловах, где подключение интернета достаточно проблематично. Соответственно, развитие онлайн-торговли, развитие каких-то маркетплейсов является затруднительным из-за очень... То есть, у нас рынок сам по себе он маленький, но если посмотреть по количеству подключенных пользователей, он у нас просто будет мизерный. И рентабельность создания каких-то определенных онлайн-сервисов естественно встает под вопрос, потому что, во-первых, затратится очень много рабочей силы, но выхлоп будет очень долгосрочным. То есть, если бизнес выпывает в плюс за 2-3 года, развитие маркетплейсов им потребуется где-то лет 5 для того, чтобы выйти в плюс и окупить свои затраты на разработку, на внедрение и, соответственно, распространение тех или иных платформ. Спасибо большое. Можно я тут уточню? Да, пожалуйста, что спрашиваю. Я вот перечитываю вопрос, тут написано, по сравнению с странами ЦАА, в странах Европы довольно медленно подвигается сфера интернета, покупок онлайн с использованием кошельков. Наверное, стоит тут разграничить. Если касательно сфер онлайн-покупок, я бы не сказал, что Центральная Азия впереди Европы. Прошу прощения, в Европе можно купить наркотики и получить их по почте. Сколько фильмов снят? А у нас эта система не работает. Почему? Потому что не из-за того, что у нас цифровизация хуже или меньше. У нас на физическом уровне логистика сложнее. То есть самое парадоксальное купить, не знаю, там, телефон и доставить его со Штатов в Узбекистан проще, нежели чем купить сувенир в Нур-Султане и доставить его до Ташкента. То есть это вопрос логистической составляющей внутри, если сравнивать онлайн-покупки. То есть даже если будет прикольный магазин в Казахстане и я смогу его что-то где-то оплатить, мне сложно будет получить эту посылку. В Европе вообще-то это не так. А касательно второй части вопроса с использованием кошельков, ну, наверное, нужно спросить, а это им нужно вообще или нет. То есть тут же спрос раздает предложение. Допустим, в США до сих пор используют карту с магнитной лентой в терминалах. Почему? Не из-за того, что они не продвинуты или не продвинуты. Просто им комфортно, они привыкли к этому, это и работает. А на территории постсоветского пространства, допустим, в Российской Федерации, ну, стало удобнее пересаживать техноцифру, потому что, опять же, финансовый сектор получал какую-то свою прибыль. Но, опять же, сказать, что доставка в Российской Федерации лучше работает, чем в Европе, ну, я бы не сказал. С Берлина до Вены гораздо проще получить что-то, чем из Москвы до Новосибирска, к примеру. Поэтому тут вопрос очень такой специфический. Большое за ваше разъяснение, очень понятное. Пожалуйста. Можно, да? Да, да. То есть, мне кажется, это как раз классический пример липфрогинга, когда мы действительно, то, что Рассон сказал, то, что мы, когда мы действительно отставали по банковским вещам, а потом появилась возможность платить кошельками мобильных операторов, с которыми гораздо проще. Ты пришел, купил симку в любом месте, к нему привязал кошелек и, пожалуйста, плати. То есть, для того, чтобы получить банковскую карту, это надо было идти в отделение банка, эту карту получать и так далее. Попробуйте, например, решить вопросы перевода денег с России, например, в Кыргызстан, или Таджикистан, или Узбекистан через банк. То есть, все равно, как правило, приходится использовать либо переводы типа Монеграм, там, Western Union и прочее, либо переводить то есть мобильного кошелька на мобильный. как правило, бывает проще. Не скажу. До всей этой ситуации, допустим, в Узбекистане у нас опять, понимаете, вот запоздалось, может быть, внедрение определенных финансовых услуг в Узбекистане, она повлияла на то, что некоторый спектр услуг, он гораздо шире представлен, чем в каких-то других странах. Возможно. До последних событий переводы у нас получили. Это оплата сервиса с помощью криптовалюты. Попробуйте у нас криптовалюты. Да, да, да. Банкоматы спокойно, потому что это удобно. Там это все делается QR-кодом, опять-таки, с привязанным кошельком какого-нибудь блокчейна, например. У нас, по-моему, я не знаю, один я криптовалют видел, и то я его не пробовал, я, честно говоря, побаиваю. Я не уверен, как бы, в сервисе. Спасибо большое вам, уважаемые эксперты, за вашу экспертизу. Очень важные здесь прозвучали мессенджи, тезисы. И я думаю, что вопрос о кибербезопасности, о безопасности данных и так далее, он вот все-таки с развитием и убыстрением развития цифрового мира, он также будет развиваться, и я думаю, что вы будете всему этому свидетелями, и я так думаю, что будете в этом участвовать, потому что вы одни из самых, ну, на мой взгляд, это комплимент вам всем лучших экспертов и специалистов в этой области. Я вам желаю успехов и напоминаю нашим зрителям, что сегодня с нами на связи из Казахстана Алайдар Амерсеид, Артем Горяйных из Кыргызстана, Шухрат Сатаров из Узбекистана и Асумидин Атоев из Таджикистана. Модерировала экспертное обсуждение Явила Алимова, а больше аналитических материалов по этой и другим темам волнующих жителей стран Центральной Азии вы сможете найти на нашем аналитическом портале по www.kabar.az Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Спасибо, что собрали нас. Спасибо. Я очень рада, что вы здесь все собрались и что у вас такая живая беседа. Спасибо вам огромное. Всем удачи. До свидания. Спасибо.